Вы знали о том, что восстановить здоровье помогают вода, объятия, кошки и апельсиновый сок? Наука знает еще много тонкостей и ресурсов человеческого организма. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сыпанченко. Здравствуйте. Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи сегодня целый профессор Российской Академии Наук, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов. Приветствуем вас в нашей студии и готовимся отвечать на вопросы мои и зрителей. Телефон 202-11-22. Думаю, что вы уже хорошо знаете этот номер. Итак, разговор сегодня, как мне кажется, весь эфир будет проходить где-то на грани между наукой и практикой, поскольку невозможно общаться с вами и не задавать этих вопросов. И 476, если не ошибаюсь, медицинских трудов у вас. И поскольку вы возглавляете кафедру, возглавляли кафедру с курсом инновационных технологий, то осмелись предположить, что возглавив УВУЗ, вы сразу же обратили внимание взор в сторону новаций. Добрый день. Действительно, я возглавляю кафедру оперативной хирургии с курсом инновационных технологий. Также возглавляла институт инновационного развития. Поэтому, придя на должность ректора крупнейшего, одного из ведущих медицинских вузов страны, сам ГМУ, основное направление деятельности – это, конечно, внедрение инноваций во все сферы деятельности. И в образование, и в клинике, и в науку, и во все иные сферы деятельности университета. Поэтому, конечно, это приоритетная задача. Александр Владимирович, прежде чем в науку с вами углубимся, хотела бы вот о чем поговорить. Немногие медицинские учреждения регионов в период пандемии отработали как ковидные госпитали. Вот ваш университет в этом числе. Давайте сначала посмотрим сюжет и поговорим об этом. Александра Лунина трудится врачом-реаниматологом уже больше 11 лет. Когда в клиниках медуниверситета развернули ковидный госпиталь, ей пришлось лечить своего супруга, который заболел коронавирусом. Сначала он находился дома с детьми, но потом ему стало хуже. Мужчину привезли в больницу с сильной лихорадкой. У супруга Александры Луниной было поражено 40% легких. В течение суток он попадает в отделение реанимации интенсивной терапии. И на неинвазивной вентиляции легких он у нас находился 3 дня. Дальше в течение 2-х недель, ну 3 дня мы боролись за его жизнь и здоровье. Дальше в течение 2-х недель он лечился здесь. Был выписан, к большому сожалению, как бы с осложнениями. Вот свирусный миокардит, он до сих пор находится на больничном листе. Но состояние его уже лучше, то есть мы уже на пути к выздоровлению. Госпиталь открыли 19 мая. Работы было так много, говорят врачи, что они и не заметили, как пролетело время. Медикам приходилось работать с тяжелыми пациентами. Для этого открыли блок интенсивной терапии. Больные заняли все койки буквально за 2 дня, но доктора, которые столкнулись с большим потоком больных, сложности не испугались. Их профессиональный подход к делу отметили не только руководители медучреждения, но и благодарные пациенты. Пациенты, я могу сказать, что очень многие присылали благодарности нашим врачам, которые боролись за их жизнь, потому что больные достаточно тяжелые. Очень много добрых слов и от родственников, и от пациентов при каждой выписке всем докторам, не только мне, но и лечащим врачам. Я сам был лечащим врачом, у многих пациентов всегда от чистого сердца нас благодаря. Самое главное, это когда пациент поправился. Других наград не нужно. За несколько месяцев работы в клиниках медицинского университета поставили на ноги более 500 пациентов, причем 20% из них находились в реанимации. Врачи не только помогли больным, но и приобрели бесценный опыт в борьбе с пандемией. Тот случай, когда закрытие госпиталя – это приятное событие. Скажите, пожалуйста, какой опыт был приобретен в результате этой работы и какие слабые места открылись? Вы знаете, конечно, первый опыт – это организационный, потому что были достаточно короткие сроки, отведенные на введение в строй. Да, с одной стороны, корпус инфекционный, там была очень высокая степень готовности, но, как вы знаете, что в каждую палату должен был звен кислород. Вы должны быть чистые зоны, красные зоны, там, разной степени загрязнения. Поэтому это была колоссальная работа проведена. Это первый момент. Второй момент – конечно, потребовалось проведение образовательных мероприятий для наших сотрудников, врачей, медсестер. Потому что уже про ковид мы тогда много знали и слышали, но реальный вот такого опыта ни у кого не было. Поэтому был факт подготовки наших сотрудников. Тоже очень важный момент. Очень быстро мы это сделали. Ну и третий момент, уже непосредственно лечебный, когда столкнулись вот в сюжете, об этом было сказано, что порядка 20% – это тяжелые пациенты. Инфекция, коронавирусная инфекция, она очень сложная, очень коварная инфекция. И были ситуации, когда пациент шел на поправку, но потом состояние его тяжелело и, к сожалению, заканчивалось летальным исходом. И наоборот, на фоне тяжелого состояния мы очень многих пациентов, ну, по сути, вытаскивали, да, из тяжелого статуса, и они выздоравливают. Поэтому этот опыт, он колоссальный, который, дай бог, нам больше не пригодится в регионе, как минимум. Хотя сейчас информация разная, говорится, да, кто о второй волне говорит, кто говорит, что ее не будет. Но, во всяком случае, мы можем с уверенностью сказать, что на территории региона есть очень подготовленный корпус со всеми необходимыми оборудованиями. Есть, безусловно, подготовленный коллектив. Я бы на это, наверное, особенно акцентировал внимание, потому что, с моей точки зрения, ну, понятно, кафедра в клиниках располагается, профильный кафедр инфекционных болезней. И оснащение очень высокого уровня мы позволили сделать оснащение оборудованием, реанимационным оборудованием. И я не сказал, что мы были вынуждены, конечно, перемещать подразделение, да, чтобы максимально наполнить кадровым составом вот этот ковидный госпиталь. И здесь где-то даже в ущерб деятельности клиник в целом, но, понимая приоритетную задачу, мы это выполнили. Поэтому повторюсь, что с задачей мы справились, и я вот совершенно открыто говорю, что наши сотрудники – это герои. Это герои, можно читать книги очень серьезные, да, создать себе кумира, героя. Но вот эти люди, которые каждый день делали, поверьте мне, очень тяжелую работу, очень высокорисковую и для пациента, и где-то для себя, и они с ней справились. Поэтому здесь еще раз хочу поблагодарить весь коллектив, кто работал и непосредственно в ковидном госпитале, в клиниках нашего университета, и те, кто были рядом, и в целом клиники нашего университета. Поэтому вот могу так сказать. Вы знаете, многим кажется, обывателям, я, наверное, в их числе, что наука – это что-то такое далекое от нас, что нас не касается. Нам ведь что важно, чтобы нас лечили, то есть, чтобы было оборудование, лекарства, хорошие доктора. Ну, может быть, немного изменило это отношение к науке пандемия, когда мы все с надеждой следили за работой ученых над вакциной. А вот можете Вы сказать, привести какие-то примеры, когда разработки Вашего коллектива, коллектива ВУЗа, не то, что будут когда-нибудь внедрены в жизнь, а уже работают, уже эффективны. Да, здесь есть что сказать. Сам ГМУ на протяжении последних, ну, порядка семи лет встал на инновационный путь развития, где основная цель – это создание инновационного продукта, его внедрение в реальную практику. Мы знаем, что в абсолютном большинстве многие работы заканчиваются хорошим отчетом, да, который лежит на полочке, или заканчивается макетом, опытным образцом какого-то прибора. У нас идеология поменялась, мы пошли от практического здравоохранения, от общения с врачами, о выяснении их потребностей, их проблем, и уже под эту историю мы стали делать те решения, которые важны. Это первый блок. Второй блок – ВУЗ активно стал заниматься высокими технологиями. Виртуальная реальность, да, полная реальность, искусственный интеллект, нейротехнологии. И вот на стыке врачевания и IT у нас несколько продуктов, которые, я о них сейчас два слова скажу, которые от идеи доведены не просто до серии, которые уже массово используются. Начну с образовательных продуктов. Александр Владимирович, а вот пока вы к этим продуктам не перешли, давайте сначала примем сейчас звонок зрителей. Давайте. Чтобы человек долго не ждал, да, на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а как попасть на лечение в клинике медвенцитета и принимаете у вас по ОМС? Добрый день. Абсолютно спокойно. Сейчас буквально недавно мы сделали колл-центр. Знаю, что была проблема в плане дозвона в клинике, поэтому сейчас этот вопрос решен. Многоканальный телефон, можно записаться, попасть там в некую плановость, да, в те даты, которые свободны. И клиники всегда работали в ОМС и продолжаем работать, поэтому здесь проблем никаких нет. Но нужно быть прикрепленным к клиникам или можно просто вот взять, записаться? Значит, есть прикрепленное население, это плановая помощь, а экстренная помощь, тут вообще проблем нет никаких. Клиники дежурят по многим направлениям 7-24, поэтому все, кто поступает в наш стационар, всех, абсолютно всем оказываем медицинскую помощь. Да, благодарю вас. А сейчас давайте вернемся к продуктам. Вот, да, несколько решений, будет очень наглядно, понятно. Говорим об образовательной процессе. Как мы изучаем анатомию человека? Это либо атласы, книги, безусловно, работа на биоматериале. Мы взяли, сделали 3D-модель человеческого тела, и все это интегрировали, и создали 3D-анатомическую модель человеческого тела. Совместно с нашими компаниями «Партнер», и сейчас есть продукт «Стол Пирогова», анатомический стол, он может быть размером примерно с этот стол, когда в интерактивном режиме можно человеческое тело послойно, орган, долю, сегмент, есть гистология, патанатомия, анатомия, то есть изучение происходит. Физически или виртуально? Виртуально. То есть это все интерактивный стол, вы можете человеческое тело, по размерам бывает стол с человеческого тела в длину, вы где можете абсолютно спокойно его перемещать, крутить. То есть это, условно говоря, монитор горизонта? Да, да, да. И там вот этот наш продукт совместный, который сейчас мы передали и вместе с нашей компанией, коммерциализируем в стране, и могу только сказать, что уже порядка 120 столов стоит в России и в странах СНГ. То есть им оснащены не только медицинские вузы страны, им оснащены ведущие школы медико-биологического профиля города Москвы и другие школы, просто университеты, медицинские колледжи, и они, повторюсь, находятся в некоторых странах СНГ. И сейчас получена регистрация, сертификация и выходим на европейский рынок. Говоря про медицинские продукты, хочу первое сказать, оборудование, аппаратно-программный комплекс «Ревайвер», когда пациент после инсульта, находясь в горизонтальном положении или там в сидячем, он не может перемещаться. Мы создали АПК, одеваются очки виртуальной реальности, на подошву специальной пневмоманжеты, и пациент виртуально как будто бы встает и пошел. Он себя видит на мониторе, в очках, и идет зрительное, слуховое и шагательный рефлекс, все это синхронизировано. Но на самом деле-то он сидит. Да, и у пациента возникает ощущение, что он реально встал и пошел. То есть, если сказать по-простому, мы немножко обманываем мозг, создаем новые нейронные связи, и тем самым в полтора-два раза процесс реабилитации ускоряем. То есть, пациент лежал, он садится, сидел, он встает, если он ходил с трудом, он начинает ходить лучше. Вот аналогов пока в мире этого продукта нет, и порядка 20 центров России уже им оснащены, в том числе и страны СНГ, несколько центров. Другой продукт для детей реви-моушн, детки с ДЦП, тяжелейшие проблемы, тяжелейшая патология. Дети, глядя на монитор, специальным трекером улавливают их движения, и в игровой форме он видит, наблюдает за то, что делает игровой персонаж, повторяет, вовлекается, забывает о своей патологии, начинает более активно, активность его в конечностях, и тоже мы доказали, что в течение нескольких месяцев улучшается реабилитационная эта активность на 20-30%. То есть обманывать мозг довольно-таки полезно? Ну, нужно в системе здравоохранения, наверное, да. Это вот третий продукт, который сейчас тоже активно в стране известен. Одна из наших тоже уникальных разработок, система автоплан, это предоперационное планирование, когда мы получаем данные КТ пациента, наш софт делает 3D-модель этого органа, например, если речь о нейрохирургии, то мы можем модель, или может быть это печень, реального этого пациента, где доктор заранее может спланировать ход операции, какую-то увидеть анатомию опасной, где сосуды проходят, и потом используя во время операции, он может сократить сроки операции, меньше осложнений, повреждений. А у нейрохирургов мы еще сделали в этой же системе интраоперационную навигацию. Что это значит? Ставить специальный щуп, и, по сути, насквозь видно, что под ним. То есть это можно в очках смотреть, уже дополненной реальности, либо на мониторе. То есть мы, по сути, видим человека насквозь. Он поставил щуп, глядя на монитор, он видит, ага, здесь у него одна оболочка, здесь там жировая ткань, здесь то, здесь то. Повернул, он все видит, глядя на монитор, он видит, где ему сделать доступ. Вот этот продукт, это первая российская навигационная система, зарегистрированная в Росздравнадзоре, и по итогам прошлого года около 10 центров России мы оснастили. Вот я вам привел только 4 примера, когда от идеи с нуля... Только 4 примера, а у меня уже такое чувство, что мы переместились в будущее. Будущее. И действительно, будущее, оно наступило. Мы его приближаем. Уже, наверное, не только в Самарской области, а во всей стране знают о том, что вот ваша исследовательская группа намерена разгадать секрет коронавируса, почему одни от него умирают, а другие даже не узнают о том, что переболели. Группа ученых уже приступила к работе, она началась? Да. Значит, как только коронавирус, так скажем, в регионе было принято решение о создании таких ковидных госпиталей, и на базе нашей клиник, то достаточно быстро мы издали приказ о создании рабочей группы, куда вошли инфекционисты, иммунологи, пульмонологи, генетики, биологи, лабораторный диагностик, то есть все категории, которые соприкасаются с данной категорией больных. И материал, первичный материал появился, то есть появился биологический материал, данные цифровые, показатели, биохимический, генетический. И вот эта группа практически в еженедельном режиме согласовывает свои действия. Сейчас идут несколько клинических исследований новых фармпрепаратов в рамках этой группы, мировых международных компаний наших, российских. Идет работа по, так сказать, синхронизации сопоставимости какой-то генетической предрасположенности, почему одних возникает, у других нет. Идет выработка, вот, ну опять повторюсь, очень важный, что это комплексный подход разные специалисты. Идет выработка диагностических новых критериев. И самое главное, идет выработка или совершенствование тактики лечения. Поэтому тут сказать, что это будет сегодня какой-то прорыв, это очень трудно сказать. И вы видите, что многие группы мировые этой проблемой занимаются. Но вот сказать, что что-то было создано прорывное в мире, которое излечило, такого пока нет. Но уверен, что эта команда, которая сейчас сформирована у нас в университете, она добьется результатов, но это нужно, это время. Поэтому работа продолжается. Мы очень ждем этих результатов. Мы тоже. Давайте примем звонок еще один. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Сейчас у многих больниц не хватает врачей узких специальностей. Ваши выпускники подустраивают в городские больницы? Ожидаемый вопрос, наверное, да? Вопрос в точку. Потому что вот если взять в целом количество выпускников, которые выпускают ежегодно медицинские вузы, мы должны, потребность были закрыты достаточно быстро. И наша статистика показывает, что у нас 95% выпускников, 95-96, трудоустраивается практически к здравоохранению. Но, конечно, отток кадров, безусловно, есть. Говоря про наших специалистов, специалистов, и я бы даже сказал пошире, очень много сейчас федеральных программ, которые направлены на удержание, на привлечение вот этих самых специалистов. То, что самая, конечно, большая проблема, вот тут не секрет, это ЦРБ, это вот удаленные районы, в Тольятти ситуация посложнее, в Самаре, может быть, получше в целом, если взять вот в процентном. Вот, повторюсь, федеральные программы, и сейчас очень серьезный подход, это целевой набор. Процент цифр целевого набора растет. Это значит, что поступает абитуриент к нам, он обязан после завершения обучения три года вернуться от работы. И могу сказать, что вот эта программа, конечно, она непростая, потому что, скажу так, даже так, что были большие желания вернуть, если вы помните, когда еще в советское время, после завершения обучения, люди были обязаны жестко отработать. И тогда проблема решалась. Были даже позывы вернуться к этому. Понятно, что такого уже не будет, и тут опасаться не нужно. А вот целевой набор, он достаточно, я считаю, промежуточный вариант, который он, с одной стороны, ну, у человека есть право, он может не как цельвик поступить, просто на бюджетную форму, если у него высокие баллы. И сейчас комиссия, вот приемная, завершает работу, показала, что у нас, что меня радует, очень вырос балл, средний балл поступающих. Потому что у меня было опасение, что, наверное, ковид как-то, и вот ситуация немножко людей, ну, не то, что оттолкнет, но достаточно так успокоит. А наоборот, я этому рад, что сейчас медицина, медицинские работники, они возвысились в глазах людей, и поток туда увеличился. Поэтому вот целевое обучение тоже очень серьезный аргумент. И сам ГМУ в этой работе принимает самое непосредственное участие. Я думаю, что на протяжении ближайших нескольких лет ситуация должна улучшаться. Но тоже иллюзий питать не надо, что мы завтра закроем все недостающих врачей. Это достаточно вопрос, ну, непростой. Да, мы видим, сколько усилий. Мне кажется, что вот определенных именно специалистов не хватает. А назрел сейчас вопрос. Совсем недавно в нашей стране все хотели быть юристами и экономистами. Сейчас уже не так, но тем не менее. А в медуниверситете есть какие-то направления, кем все хотят стать поступающими? Ну, у нас два основных лидера. Это лечебное дело. Почему? Потому что лечебное дело, обучившись там, ты можешь очень широкий спектр потом быть. Хирургом, терапевтом, окширогинекологом, отолерингологом, глазным врачом, кем угодно. И стоматология. Это два лидера. Ну, стоматология, я тоже думаю, понятна. Много лет, по-моему, в лидерах. Они понимают, что дальше. Все остальные очень неплохо там педиатрией смотрятся, другие факультеты. Но вот два лидера, они есть. Поэтому тут тоже есть какое-то свое объяснение. Уже сейчас говорить о цифровизации, в общем, это вполне естественно. явление нашего времени. Но вот в процесс обучения, может быть, она пришла немножечко раньше, чем ожидалось. В связи с карантином всем пришлось перейти на дистанционное обучение. Но вот, как мне кажется, в медицинской отрасли это не очень полезно. Ведь лечить, а уж тем более оперировать людей нужно руками, никак не дистанционно. Вот, смотрите, вопрос хороший, и я на него попытаюсь сейчас ответить, чтобы было понятно. Давайте не путать разные вещи. Вот есть понятие цифровизации учебного процесса, есть понятие цифровое здравоохранение, и сейчас вот очень модно, наверное, слышали нейросети, искусственный интеллект и так далее. В любом случае, если сейчас говорим о лечебном процессе, то решение принимает врач. Никакой искусственный интеллект решение не принимает. Он в перспективе становится системой поддержки принятия решений. То есть он может выбрать из 100 вариантов диагнозов и сказать врачу, вот у него вероятность вот этого 90%, вот этого 50%, вот этого 15%. А уже врач, он скажет, а я считаю, ну не то, что он кому-то скажет, он для себя решит и напишет вообще третий диагноз. Но в принципе, когда у тебя есть выбор, наверное, проще принять решение врачу. Поэтому все вот эти разговоры о том, что искусственный интеллект вытеснит естественный, но его может, конечно, не быть у кого-то, и вытеснять нечего, я, конечно, с юмором говорю, да, но глобально этого не будет. Все равно человек, врач принимает решение. Следующий момент. Когда я говорю с трибуны или вот в интервью о цифре, я не говорю о том, что лечить цифрой. Ни в коем случае. Лечить, вы правильно сказали, над руками. А учить цифрой. А вот учить, давайте тоже разделим ситуацию. Первое, вот цифровизация, конечно, ковид значительно ускорил процесс даже перехода нашего вуза на эти всякие цифровые технологии в плане обучения. Безусловно, мы никогда не заменим общение студента с пациентом, пальпацию, перкуссию, крючки поделить. Никогда и никто ничем не заменит. Это тоже надо четко понимать. Но есть лекционный материал, первое, есть гуманитарные дисциплины в медицинском вузе, есть дисциплины, связанные, ну, я думаю, что меня не обидится, да, но связаны с организацией системы здравоохранения, да, когда не нужно прямого контакта с пациентом. Вот эти моменты мы можем спокойно, нерезко переводить в цифровой формат. Лекционный материал, повторюсь, безусловно, практические занятия никто никогда не заменит. Это тоже надо четко понимать. Мы должны, ну, как вот была там традиция у постели больного, да, она так и должна сохраняться, безусловно. Но цифровизация в здравоохранении где нужна? Вот мы создаем единый цифровой контур сейчас в любом лечебном учреждении, чтобы у нас пациенты не ходили с этими снимочками, понимаете, как вот в газетку завернуты они. Да, когда в одном месте информация есть, с любого ЛПУ абсолютно можно спокойно посмотреть, что, сейчас какие технологии тоже идут. Речевые технологии, когда доктор говорит и уже автоматически набивается история болезни. То есть мы тоже тем самым сокращаем сроки какие-то. Поэтому оцифровка, в моем понимании, оцифровка документа оборота электронного, согласования всяких договоров, чтобы люди не ходили, вот эти очередя, да, там, не тратили огромное количество времени. Я про это говорю. То есть какие-то такие вещи, и повторюсь, что цифровой контур в практическом здравоохранении, он сейчас просто, ну, без него уже нельзя двигаться никуда. Мы, к сожалению, здесь по ряду причин уже отстаем от ведущих центров медицинских мира. Поэтому, завершая, еще раз скажу, что тут не надо путать, что вот мы сейчас будем лечить цифрой. Никогда это не будет. То есть, а вот, например, телемедицина, тоже ведь цифровая технология? Конечно. Чем она плюс? Вот мы до этого с вами говорили про узких специалистов. Вот представляете, в районном центре нет узкого специалиста. Так в чем проблема? Если мы в клиниках организовано несколько телемедицинских центров. В чем проблема? По записи, заранее запланировав, ведущие специалисты клиник проведут телемедицинскую консультацию этому самому пациенту. А лечение назначит или нет? Смотрите, по закону на сегодняшний день первый контакт должен быть обязательно оффлайн, очно, пациент и врач. Первое лечение. Они поговорили, назначили первое лечение, он уже назначил лечение. А вот контроль лечения... Корректировать можно. Конечно, конечно. Есть же категория врач-врач, когда, например, повторюсь, клиники и ЦРБ. Пациент пришел в ЦРБ, по телемедицинской услуге мы связались, рядом сидит врач, наш профессор смотрит. Говорит, вот вы знаете, надо скорректировать, я вижу динамик положительный, там анализы по той же цифровой технологии сбросили. Он все у себя в мониторе видит, какая динамика, лабораторная и так далее, УЗИ, ЭКГ и так далее. И может корректировать. Второй вариант, это уже врач-пациент. Но, повторюсь, первичная обязательно консультация будет. Поэтому тут тоже не надо... Вот эти информационные поводы идут, но они излишни. Надо просто расставить все по полочкам. А вот давайте сейчас еще одну консультацию проведем. Телемедицинскую, да. Давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот про новации вы разговаривали. Раньше доктор тратил очень много времени на то, чтобы сделать в карточке больного необходимые дать. Сейчас у большинства докторов стоят в компьютере, но у меня такое ощущение, что они тратят, ну, наверное, столько же времени, если не больше, на то, чтобы добиться ту же самую информацию, но уже теперь в компьютере. Вопрос. В чем же тогда новации и что же, собственно, изменилось? Да, спасибо за вопрос. Ну, я немножко уже об этом сказал, что, вот смотрите, он раз вбил информацию о пациенте, она уже навсегда остается. И если потом динамику смотреть, да, ведь все равно история болезни имеет такой момент, что его в архив все издают. То есть она должна храниться очень много-много лет, но пациент выписывается и в архив. Вот пациент потом поступает, где искать. А уже все вбито. Он быстренько доктора пациента находит и все видит, все информация у него в динамике такого числа, бы условно, в Середавино. Потом в Семашке, потом в клинику. Он все это будет видеть. Какие снимки, какие анализы. Поэтому то, что мы вбиваем, это как раз вот в этом плюс. А у врача же время определенное и на прием отведено? Ну, вы поймите, при приеме есть достаточно стандартное описание. Ну, условно, там будет, например, размеры желудка или там желудок. То есть он не будет заново писать весь текст. Текст будет максимально написан, он просто будет вносить именно данные этого пациента. То есть он не все с нуля каждый раз пишет. Все равно будут некие такие стандартные формы, где надо просто будет по каждому пациенту менять. Поэтому времени, на самом деле, не так намного больше, как кажется. Но зато мы сохраняем и делаем архив и изображений, и данных. И за счет того, что все здравоохранение региона, а потом в перспективе страны, будет в едином формате, куда бы ты ни приехал, от тебя будет информация очень быстро найдена. Поэтому здесь, ну, с моей точки зрения, одни плюсы. И здесь потери времени, она, ее просто нет, этой потери времени. Александр Владимирович, незаметно пролетело время наше. Большое спасибо, что вы пришли в студию, выбрали для этого возможность. Надеюсь, еще увидим здесь ваших специалистов. А сейчас мы прощаемся с нашими зрителями каждый четверг, 18.15. По этому номеру звоните доктору. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин